Если ты хочешь, чтобы добро всегда побеждало зло, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда Allplay и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет крутейшая подборка мобильных игрушек, все игры, либо клоны Майнкрафта, либо игры, похожие на Майнкрафт. Начинаем мы с вами с игрухи DinoCraft. Давайте выберем режим выживания и посмотрим, что это за игрушка. Итак, первое, что бросается в глаза, ребятки, это то, что тут есть маленькие динозаврики. Походу, это будет эра динозавров. Правда, еще непонятно, какие добрые динозавры, а какие злые, но их прям реально очень-очень много. Давайте мы с вами попробуем добыть немножко ресурсов и попробуем здесь что-нибудь скрафтить. Предлагаю я добыть несколько блоков дерева, для того, чтобы начинать крафтить какие-то инструменты и для того, чтобы сделать верстак. Первое, что нам нужно сделать в любом выживании, это, конечно же, сделать верстак, а для этого нужно добыть древесинку. Ну, блока 4, я думаю, хватит. Ну, давайте 5. Да, давайте 5 блоков добудем, этого будет, я думаю, для начала более чем достаточно. Ну и теперь нам нужно сделать верстак и попытаться сделать себе инструменты. Поднимемся повыше, чтобы осмотреться. О, тут грибы есть, кстати, грибы я могу кушать? Могу есть гриб? А не, походу нет, походу не могу есть, просто они здесь растут. Наверное, это, ребятки, все-таки несъедобные грибы. О, смотрите, я, получается, нахожусь возле деревни. Ой, как мне повезло. О, это означает, что я буду выживать вместе с местными жителями. Кстати, тут уже, видим, есть несколько чувачков. Возможно, мы с вами даже торговать будем. Давайте, наверное, вот где-то здесь, на этом вот пригорке, мы с вами и остановимся. Тут поставлю себе свой домик, такой небольшой для начала, ну и потихонечку буду выживать. Лады, ребятки, тогда все ресурсы будем стаскивать именно сюда. Блок земли можно сюда поставить, и чуть-чуточку наша территория будет побольше. Значит, перво-наперво. Ага, тут еще какие-то задания, типа, выполняю, отлично. Так, перво-наперво мне нужно расшить доски. Давайте мы с вами это сделаем. Давайте расшиваем полностью все доски. Так, раз, два, три, и последнюю. 20 досок у нас есть. Теперь давайте сделаем верстак. О, опять выполнил какое-то задание, ребятки. Здорово. Так, верстак мы установим сюда, и теперь с помощью этого верстака можем делать себе деревянные инструменты. Нам нужны палочки. Несколько палочек мы с вами создадим. Давайте добудем себе деревянный топор, и давайте сделаем себе деревянную кирку. Ну, и деревянную лопату тоже для начала мы, в принципе, с вами сделаем. Лады, пока у нас нету ночи, пока еще ночь не наступила, давайте попробуем добыть несколько ресурсов. Опять же, мне нужен булыжник, мне нужен... И мне нужно дерево для начала, да? Ну, где мы с вами будем добывать булыжник? Где-то нам что-то наподобие шахты нужно замутить. Давайте, наверное, мы с вами будем вот эту вот гору разбивать. Думаю, что здесь, внутри этой горы, 100% будут ресурсы типа булыжника. Ну, а это нам для начала, в принципе, и нужно. Значит, мы с вами берем тогда лопату, и давайте уберем немножечко блоков земли, которые здесь будут мешать нам. Первонаперво, я хочу сделать себе, конечно же, печку, и потом с помощью печки будем мы с вами уже жарить, квасить, освещать и так далее. Ну что же, по-моему, ребятки, как раз-таки вот это у нас и есть булыжник в этой игрухе. Давайте попробуем добыть, посмотрим. Так, что это такое? А, пока не могу его добыть. Ладно, давайте пониже тогда. Несколько вот этих вот штучек, камушков добудем. И давайте посмотрим, что это у нас такое. Что у нас тут есть в рюкзаке? Так, это у нас булыжник, да, ребятки, мы с вами не ошиблись. Это у нас булыжник. Теперь с помощью этого булыжника я, наконец-таки, смогу сделать себе первые каменные инструменты, ну и, конечно же, печку себе замучу. Потом сделаю факела, буду жарить мяско и так далее. Тоже нам нужно немножко еще ресурсов для того, чтобы построить наш первобытный домик, который нам, конечно же, пригодится в выживании. Можно еще, наверное, немножечко древесинки добыть. Давайте мы с вами несколько стволов срубим. Во-первых, у нас тут освободится немножко территория. А, во-вторых, еще и древесинку добудем. Это будет как бы плюсиком. Так, и это, наверное, все. Да, ой, еще яблоко у нас тут выпало. Отлично, можно будет перекусить, когда я прям сильно проголодаюсь. Ладно, ребятки, тогда поднимаемся вот сюда вот наверх. И давайте поставим, конечно же, еще печку. Тем более, что у нас уже есть ресурсы, и мы с вами можем ее скрафтить. Крафтим печку. Вот здесь вот мы ее с вами можем тогда установить. И когда в следующий раз я зайду в эту игруху, уже часть ресурсов будет у меня собрана. Ну, а это у нас игра называется Skyblock. И, правда, игруха в 2D. Давайте попытаемся тоже добыть какие-то ресурсы. Есть у нас тут камушки. Все, что нам нужно делать, это просто зажать кучу камней. И камни будут добываться. Ну, давайте добудем хотя бы 10 штучек. Дальше. Давайте попытаемся, наверное, добыть еще немножечко... Что у нас, кстати, в сундучке? Давайте посмотрим, что тут в сундучке. Ага, у нас есть 24 палочки. И у нас есть клетка какая-то с курицей, наверное. Да, походу это так. Походу это курица. И есть один факел. И мы с вами можем, наверное, приступить к добыче дерева. Наверное, поближе нужно подойти. И давайте попробуем это дерево срубить. Один, два и три. Три блока дерева я срубил. И вот листва поосыпались. Круто. А что мы тут будем с вами крафтить? Что вообще можно скрафтить? Есть у нас тут лопата, кирка, топор, клетка. У нас есть веревка. Это у нас блоки, походу, булыжника. Это у нас цветочки всякие. Если честно, то крафта тут не так уж и много. Но думаю, что мы с вами разберемся в процессе игры. Думаю, обязательно это все мы с вами замутим. Лады, что нам нужно делать? Ребят, нам нужно, наверное, куда-то двигаться в какую-то сторону. Вот видим, что вверху у нас есть еще что-то наподобие острова, скайблока. Давайте мы с вами, наверное, к нему и попытаемся добраться. А могу я, к примеру, землю добывать? Да, вот видите, я, получается, что могу добыть блоки земли. С помощью этих блоков земли я, походу, себе проделаю путь к... О, можно что-то еще подобрать. Отлично. Я проделаю, ребятки, себе путь к следующему скайблоку. Это у нас что-то наподобие генератора булыжника. Вот эта вот куча камней. Мы ее с вами трогать не будем, пускай они себе тут находятся. Дальше можно добыть еще несколько блоков этого земли. И сейчас мы еще и факел тоже с вами забираем. Ладненько, давайте теперь мы с вами попробуем, наверное, факел поменять местами. Можно тут их менять местами? Да, можно. И теперь нам тоже нужно, в принципе, с помощью блоков земли простроиться к другому острову, к другому скайблоку. Сюда мы ставим, давайте... А нет, факел нельзя поставить. А как же его тогда установить? Ну, давайте как-то так. Что, ты не устанавливаешься? Ребятки, а как же тут факел-то поставить? Ладно, давайте мы с вами попробуем несколько вот так вот блоков землицы установить. Раз, два. Подпрыгнем, повыше заберемся. Угу, и тут у нас уже свинка есть. Три. Можно сюда поставить факел. О, наконец-таки. Вот на эти вот блоки земли мы с вами можем ставить факела. Все, ребят, вот мы с вами добрались уже до следующего скайблока. И теперь с помощью этого скайблока будем собирать еще больше ресурсов. Я думаю, что выживание у нас тут пойдет на ура. Следующая наша игрушка будет Realm Craft. Это новый Realm Craft. Здесь мы с вами еще, по-моему, не выживали. Я выживал еще в старой версии. Но это немножечко покруче. Это уже прям очень похоже на Майнкрафт. Ну, давайте, ребятки, разбираться, что и как тут делается. Думаю, что, в принципе, добываются ресурсы похоже. Все, что нам нужно сделать, это сперва добыть, конечно же, побольше ресурсов на самом старте. Ну, и я предлагаю добыть немножечко нам дерева. Делаем тоже какие-то инструменты себе для начала. Ну, и двинемся дальше в путь. Все, что нам здесь, конечно, нужно сделать для начала, по крайней мере, это найти деревню. Потом, когда мы с вами найдем деревню, в этой деревне можно остановиться и выживать. Торговать с местными жителями, развиваться и так далее. Но пока здесь деревней даже и не пахнет. Есть возле нас коровка. Кстати, смотрите, как поменялся скин коровки. Вау, круто, да, реально. После обновы эта игруха стала нереально крутая. Прям какой-то мультяшный скин коровки. Я ее даже трогать не буду, хотя у меня мяса нету и нужны ресурсы для выживания. Но я не могу такую прям красивую коровку уничтожить. Поэтому мы ее с вами трогать не будем. Давайте просто добудем немного ресурсов и попытаемся мы с вами двинуться в каком-то направлении. Кстати, мне нужен еще булыжник. Здесь вот я этот булыжник, наверное, и добуду. Лады, с помощью нашего верстака мы давайте с вами создадим несколько блоков дерева. Теперь мы с вами можем, в принципе, сделать верстак. И здесь мы с вами сделаем себе, конечно же, сперва палочки. И теперь сделаем, конечно же, с вами кирку. Правда, у меня не хватает досок, да? Ой, теперь хватает. Отлично, у нас с вами есть деревянная кирка. И с помощью этой деревянной кирки мы, наверное, с вами сможем добыть немножечко булыжника. Видите, булыжник в этой игрухе реально очень похож на булыжник из Майнкрафта. До обновы у нас, конечно же, такого булыжника не было. Он был такой более серенький какой-то. Кто тут так? Коровой там не мешает. Мучит, короче, по духам. Ну ладно, добудем немного булыжника, сделаем себе каменные инструменты, сделаем себе тоже печку, наверное. И, кстати, вот это вот место, где мы сейчас с вами добываем ресурсы, может стать для начала даже небольшим таким домиком. Потому что тут скоро наступит ночь, и нам нужно где-то схорониться. Именно вот здесь мы с вами сможем схорониться от нашествия монстров, таких как зомби, крипаки и остальные монстры. Я думаю, что тут такие же монстры, как и в Майнкрафте. Ну ладно, мы с вами дабыли немножечко булыжника, давайте тогда с помощью верстака... Где эта корова постоянно мычит? Наверное, ребятки, придется все-таки ее прогнать. Так, вот ее ударим один разочек, и она убежала. Так, теперь мы... Ой, не то сделал. Ну ладно, теперь мы с вами давайте сделаем себе каменный топор. И теперь нам нужно еще, наверное, немножечко палочек. И теперь давайте сделаем себе каменную кирку, сделаем себе печку, сделаем себе меч и сделаем, наверное, себе еще лопату. Мне нужно обратно же немного палочек. Отлично! Все, ребятки, все каменные инструменты я уже себе поделал, сделал себе верстак и есть у меня печка. В принципе, начало выживания положено. Следующая наша игрушка будет Skyblock в Blockman Go. Ну и это будет у нас самое первое, наверное, выживание в этом замечательном режиме. Предлагают нам добыть... Сперва булы, это что у нас такое? А, это земля у нас. Предлагают нам добыть немножечко блоков земли. Ого, что это такое? Смотрите, я еще и древесинку добываю. А, все, походу все. Здесь мы с вами добыли несколько блоков земли, две древесинки. Тут появился еще какой-то сундук. Открываем сундук и посмотрите, что тут у нас есть. Есть у нас тут и еда, есть у нас тут пару деревьев. Пергамент есть, пару палочек и есть у нас тут деревяшка. Здорово, значит мы с вами здесь можем начать выживать. И для начала мне нужно, ребятки, походу посадить дерево. Давайте мы с вами здесь вот одно дерево посадим. С другой стороны сундучка мы с вами посадим второе дерево. Кстати, сундук я могу забрать. Ой. Смотрите, ребят, получается, что я забираю этот сундук. И на месте сундука у нас образовался, по-моему, это какой-то другой блок. Ооо, ребятки, у нас, походу, произошло обновление в данной игре. Потому что, когда я в последний раз сюда заходил, такой фишки не было. Это у нас что-то наподобие генерации блоков. Вау, круто. Знаете, что давайте сделаем? Давайте мы с вами кирку себе замутим. Хотя бы деревянную для начала. А для этого мне нужно сделать верстак. Так, как тут крафтить вещи? Так, продажа. Тут продажа, все. Нам нужно с вами верстак найти. А, вот, нет, это не верстак. Делать. Ага, вот, все, верстак я нашел. Так, вот мне предлагают сделать как раз-таки эту кирку деревянную. Я ее сделал. И теперь с помощью этой деревянной кирки, наверное, мы с вами будем добывать быстрее эти блоки. Уничтожить 200 любых блоков. Ооо, отлично, ребятки. Вообще бомбезная игрушка. И смотрите, кто тут заспавнился. Что, ты меня бьешь, что ли? Ух ты ж, ничего себе. Ребят, смотрите, меня только что свинка какая-то, короче, била. На, получай. Я думал, что она будет жить вместе со мной. А она меня начала, короче, обижать. Ладно, прикольно. Очень прикольная игрушка. Ребятки, я реально очень заходил довольно-таки давно в эту игруху. И там такого не было. Там мы с вами делали себе этот генератор булыжника. И с помощью генератора булыжника мы с вами добывали ресурсы. Здесь у нас посрединке есть какой-то такой прикольный сундучок. Мы его разбиваем. Там, тут появляются блоки. Мы эти блоки разбиваем. И таким вот образом добываем себе ресурсы. Очень прикольная игра. Очень крутая. Думаю, что здесь мы с вами много ресурсов добудем. И неплохо поиграем. Конечно, теперь мне нужно, ребят, какую-то другую кирку себе походу сделать. Потому что тут у нас есть железо. Предлагают мне сейчас крафтить каменную. Ну да, вот мы с вами можем себе сделать каменную кирку. И теперь давайте мы с вами поменяем местами. Выбираем мы с вами каменную вместо деревянной. И будем добывать уже железо. Очень и очень круто. Потом мы с вами сделаем себе печку. Ну и с помощью печки... Ого, опять какой-то монстрик тут нарисовался. Ну и с помощью печки, ребятки, мы с вами сможем жарить мяско. Делать факела. Переплавлять железную руду. К примеру, на железо. Следующая игруха, в которую мы с вами будем играть, у нас называется Kawai World. По-другому, на эту игруху еще говорят Minecraft для девочек. Потому что она очень яркая. Такая красная, розовая вся. Очень блоки имеют такую специфическую подсветку. Поэтому так называются. Тем не менее, мы здесь с вами тоже, наверное, немножечко повыживаем. В целом, я вообще нахожусь в каком-то... В какой-то деревне. И есть у нас тут с собой меч. Есть у нас тут несколько факелов. 32 блока дерева. Это все ресурсы, которые имеются. Давайте мы с вами, наверное, сперва посмотрим, что тут есть в домиках. Нам желательно найти кроватку. И нам также нужно хотя бы несколько росточков для нового дерева найти. Вижу, что там трава есть. Видите, упереди. Но деревьев здесь почему-то нет. Ладно, давайте обшарим, наверное, мы с вами эти вот домики. Утанем сундуки. И смотрим, что тут у нас в первом сундуке есть. Есть у нас два яблока. Тут у нас есть также кроватка. Давайте, наверное, мы с вами эту кроватку прихватизируем. Она нам нужнее, чем этим чувакам. Так, кроватку мы с вами добыли. Добыли два яблока. Ну, ладно, давайте посмотрим, что тут в других домиках есть. Кроватка мне больше не нужна. А в этот сундучок мы с вами заглянем. Еще три яблока. Ну, ладно. Есть у нас немного яблок. Есть у нас уже одна кроватка. Это, конечно же, мелочь. Мелочь, но приятно. Давайте посмотрим еще, что тут в других домиках. О, это у нас что-то наподобие, наверное, церкви большой. Нет, не церковь, но тоже неплохо. Так, открываем сундучок. И здесь уже побольше. Яблочки, хлеб, железо. Это не знаю, что это такое. Что это такое? А, огнево, понятно. И есть у нас еще и ведро. Прикольно. Сундучок забирать не будем. Пускай он себе тут будет. Так, ну и можно заглянуть. Давайте, наверное, заглянем еще вот в этот вот самый большой дом. О, вот у нас и церковь, оказывается, есть. Отлично. Сейчас мы с вами тут походим. Нормально ресурсов затарим. И начнем, так сказать, выживание в этой игрухе. Так, где тут зайти? Где тут дверь? Замуровали демоны. А вот есть. И вот сундук есть тоже. Тут только яблоки. Понятно. Ну ладно, яблоки тоже нормальная тема. Их периодически можно будет кушать. Так, сюда мы с вами, по-моему, не заходили. Тоже я вижу сундучок есть. Вау. Открываем. И опять яблоки. Ну, в этих маленьких домиках довольно чмошные, ребятки, пожитки. Только вот пару яблок мы с вами и нашли. Ого, есть у нас тут какая-то козочка, походу, значит, животные тоже будут. Давайте мы с вами зайдем еще вот в эту вот церковь, прям огромную, большую. Да тут их даже две. Или это башни какие-то. Тут, походу, тоже что-то должно быть прикольное. Нам самое главное, это какой-то росточек бы найти, чтобы выращивать деревья. Так, поднимаемся вверх. Так, опа, что тут у нас есть? Тут нету ничего, значит, можно еще повыше вверх подняться. И так, и опять ничего. Ага, это что-то наподобие, ребятки, просто башни. В эту башню можно забираться, когда будет какая-то опасность. Ну, тогда давайте попробуем еще вот сюда зайти. Тут еще одна такая же самая башня, если по крайней мере похожая. Как сюда забраться? Где тут дверка? Ага, вот дверка. Заходим сюда, ничего здесь нету. И мы поднимаемся на самый, на самый верх. Ребят, что я вам могу сказать? По-моему, тут помимо яблок, ничего такого хорошего нету в этой игрухе. Ну, в этих сундуках имею ввиду. В этой деревне. Поэтому, наверное, мы с вами больше лутать сундучки не будем. Давайте, наверное, где-то чуть-чуточку постараемся отойти подальше. И найти древесинку. Как только найдем древесинку, можно будет сюда вернуться, ну и начать наше выживание. Следующая игрушка у нас с вами будет уже Локи Крафт. И здесь мы продолжаем наше выживание уже на нашем полуострове или острове. Тут меня в прошлый раз подбили, представляете, и уничтожили меня. Сделал это противный скелетрончик, который находится вон в той пещерке. Я специально замутил себе что-то наподобие пещерки, чтобы пережить ночь. Туда пробрался скелетрон и, к сожалению, меня там добил. Все эти ресурсы, которые у меня были, я, к сожалению, потерял. Но благо, наступило у нас утро, и мы с вами можем приступить к сбору ресурсов. Потом, ребят, я опущусь туда вниз, завалю этого противного скелета, пособираю все, что я потерял, ну и мы с вами продолжим наше выживание. Первое на первое, что мне нужно сделать, это, конечно же, верстак, ну и хотя бы каменный меч. Благо, что у меня булыжника уже есть, в принципе, хватает булыжника. Поэтому мы с вами сделаем себе каменные инструменты. Так, ребятки, давайте, наверное, это мы с вами сделаем где-то здесь. Ой, я еще, по-моему, землю нашел. Видите, тут разбрасаны ресурсы, которые я потерял в прошлый раз, когда меня этот скелет подбил. Ладненько, нам с вами нужно сделать тогда верстак. И нам с вами нужно сделать... Эти, доски. Доски 4 я добыл, где верстак? Ага, вот здесь вот крафтится верстак. Теперь мы с вами можем установить верстак. С помощью верстака делаем обратно же доски. Теперь мы с вами можем себе сделать палочки, где они делаются, вот они у нас. И давайте сделаем каменные инструменты. Каменный меч, каменная кирка, каменный топор. Для начала этого мне более чем хватит. Ну и давайте пойдем разберемся с этим моим обидчиком очередным, да? Или знаете, как мы с вами давайте сделаем? Давайте мы с вами вот так вот это все разберем. И сейчас нам будет попроще до него добраться. Ах, ты ж негодник ты. Ну ладно, ладно. Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Вот, просто сейчас поубираю этот булыжник, он мне немного мешает. И мы с вами встретимся с этим чуваком. О-хо-хо-хо-хо, чё? Горишь, да, чувак? Чувырла. О, вот он загорелся, ребятки, и мы с вами его добиваем, и этому скелетрончику трындец. Ну чё, забираем все, что с нас тут повыпадало, и с него тоже. Все эти ресурсы, которые я ранее уже потерял, таким вот образом я опять забрал. Всё, ресурсы у меня опять, в принципе, более-менее нормально. Выживание, можно сказать, что возобновилось. Всё у нас тут будет хорошо. По-моему, у меня блок шерсти был один, он у меня и остался. Вот он, белая шерсть. И теперь для того, чтобы сделать кроватку, мне нужно ещё два блока шерсти. Тут одна барашка бегает, я её не хочу трогать. Может, мы с вами попробуем потом их развести. А пока мне нужно, наверное, добыть железо. Как только я добуду железо, я себе сделаю тогда ножницы и постригу эту барашку. Или же, ребятки, мы с вами можем перебраться на какой-то другой остров. Привет. Перебраться, к примеру, на какой-то другой остров и там поискать шерсть. Там поискать других барашек. Давайте, наверное, мы с вами так и поступим. Переберёмся на ближайший остров. О, ребят, смотрите, я уже нашёл стадо барашек. Сейчас мы с вами ещё добудем одну шерсть. И у нас будет уже, наконец-таки, кроватка. Всё, больше животных мы с вами трогать не будем. Шерсть у нас есть. Теперь нам нужно вернуться к нашей базе. Там, где мы с вами заспаунились. И начинать расстройку домика. Это всё будет у нас уже в следующей серии. Следующая наша игрушка будет, ребятки, уже Крафтсман. И мы тут с вами продолжаем наше выживание. В прошлый раз, когда я играл в эту игру, я как раз-таки насобирал нужное количество ресурсов для того, чтобы сделать себе кроватку. Успел. Я только что сделал себе кроватку. И у нас наступила ночь. Мы с вами поспали. Ночь у нас закончилась. И злые мобы тут спавниться не будут. Очень прикольное начало нашего выживания. Давайте, ребят, мы с вами, наверное, заберём эту кроватку. Ну, а с помощью верстака сделаем себе, конечно же, печку. Печки у нас нету. Теперь у нас есть печка, у нас есть кроватка и у нас есть верстак. Забираем мы с вами это всё в инвентарь. И где-то нам нужно найти деревню, чтобы начать наше выживание вместе с другими жителями, вместе с другими мобами. Кстати, это довольно интересная и прикольная карта, честно говоря, вам признаюсь. Здесь много тут есть каких-то таких блоков интересных, которых ранее я в Крафтсмане не встречал. По крайней мере, в выживании. Вот, смотрите, это у нас какая-то такая интересная постройка. Что-то вообще такое. Давайте разобьём. Возможно, это какая-то могила. Может, тут будет какой-то скелет или что-то наподобие внутри. Давайте просто разобьём. Или, может, какая-то ловушка тут будет. А может, тут ничего не будет. Это просто груда камней. А, наверное, ребятки, что второе. Тут, в принципе, только булыжник был и, к сожалению, всё. Больше ничего такого интересного тут не было. Вот именно таких построек, видите, здесь довольно много. Я думаю, что это реально что-то наподобие каких-то могил. И, может, там какие-то бы скелетики были или сундучки были. И там можно было бы подживиться. Но нет, к сожалению, для нас нет. Просто груда камней. Ну, давайте ещё вот это разобьём. Посмотрим. Ещё-нибудь внутри. Не, ребятки, видите, внутри тоже находится только булыжник. Он нам, в принципе, не нужен. Ладно, и тогда давайте выберем направление, в котором нам двигаться для того, чтобы найти нашу деревеньку. Нужно нам выбрать какой-то ориентир. И с помощью этого ориентира ориентироваться, конечно же, да? Так, мы находимся с вами в самом верху. Давайте осмотримся немного. Давайте чуть поближе станем. Так, что тут есть? Значит, впереди у нас там какие-то горы. С этой стороны у нас тут лес. Тут ещё большие горы. Ну, что... О, глядите, прикольное чучело я только что нашёл. Это будет у нас, наверное, светильник Джека. Вау, класс! Ха-ха, вот видите, про это я вам и говорил. Здесь каких-то много разных строений есть, таких прикольных, которых в Майнкрафте не всегда встретишь. Это пугало, чучело. Вау, какое прикольное чучело. Кто его, интересно, поставил? О, там ещё одно есть. Может, тут и деревня где-то будет? Смотрите, тут наверху ещё такое самое чучело есть. Да, крутяк. Правда, оно ничё-то не светится. Я думал, что оно хотя бы светиться будет. Видите, тоже есть шапка. Туловище есть. Ха-ха, прикольно, да, прикольно. Интересная игруха. Крафтман, кстати, у нас тоже несколько раз уже обновлялся, поэтому постоянно что-то интересное тут добавляют. Нет, больше ничего нету. Ладно, ребятки, давайте тогда будем реально двигаться в каком-то определённом направлении, как только найдём деревню. В этой деревне мы с вами остановимся и продолжим выживать. Следующая наша игрушка, это будет Майнкрафт. И здесь мы тоже будем с вами выживать. Продолжаем выживание, вернее, и много чего я тут уже, конечно же, отстроил. Самый основной это домик есть у меня довольно прикольный. Много всего тут уже сделано. Есть подземелье, через которое можно выйти к нашему тайному огородику. Можно вылезть на крышу. Ну или можно здесь спать в себе, когда наступит ночь. Есть у нас тут кроватка, кое-какие ресурсы уже собраны. Короче, всё идёт на мази. Значит, чё я тут придумал, друзья? Мне нужно немного опыта набираться, поэтому мне нужно сделать что-то наподобие спаунера. Конечно, прям спаунера-спаунера у нас не получится. Поэтому я подумал, чтобы нам с вами замутить такое какое-то большое здание, сделать его тёмное и сделать, например, выход, чтобы можно было зайти сюда, в это здание, да, и когда там наспауняются какие-то мобы, мы бы с вами зашли этих мобов, мы бы покосили направо-налево, ну и, соответственно, набрались бы опыта. Но для этого нам нужно немного ресурсов, и нам нужно сперва место выбрать, где это всё построить. Поэтому нам нужно какую-то равнинку взять. К примеру, вот где-то здесь, наверное, можно это изобацать. Тут, кстати, у нас есть две ловушки, я ранее уже вам, по-моему, показывал. Кто не видел эти ловушки, может посмотреть мои предыдущие ролики. Тут у нас пчёлки, правда, есть. А, нет, наверное, не подойдёт это место. Не хочу я этих пчёлок тревожить, пускай они себе там живут. Значит, нам нужно где-то, где-то, где-то... Ну, давайте тогда здесь замутьем, что далеко-то ходить. Нам нужно, наверное, немножечко вот этих вот блоков земли. Единственное, что убрать, они будут мешать нам. Сейчас вот этот вот слой земли мы с вами, да, убираем. У нас тут будет довольно неплохое помещение. Ну и здесь мы с вами как раз-таки попытаемся сделать этот спаунер. Мне там нужно будет кое-какие плиты также ещё сделать. И мне там нужны будут двери. Ну, это всё, конечно, наверное, не за один раз, но за несколько раз мы с вами обязательно забацаем. Сперва просто нужно выбрать место, ну и подготовиться. Отлично, это я всё сделал. Дальше можно взять нам несколько блоков земли и заделать вот эти вот дырки, которые тут остались, чтобы в них не падать. Так, эту вот дырочку тоже заделаем. И где-то здесь ещё я видел. Ага, вот, ещё одна. Ну всё, в принципе, вот это довольно прикольно получится у нас равнинка. А здесь мы с вами будем тогда ставить спаунер. Давайте сделаем его реально таким побольше. Сделаем мы его с вами из какого ресурса? Что тут у нас много? Ну, булыжника побольше. Ну, давайте из булыжника реально сделаем. Значит, это вот сюда вот мы перекинем. И сперва сделаем что-то наподобие стены. Так, это будет у нас в длину. Наверное, побольше давайте сделаем, чтобы тут много-много мобов спаунилось. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то восемь я поставил блоков. Давайте поставим ещё несколько. Ну, вот, я думаю... Ну, давайте ещё два. Один и второй. Этот блок, в принципе, можно убрать. Вот, в длину будет нас вот такую... Ой, в ширину у нас будет вот такой вот прикольный спаунер. Теперь нам нужно выбрать длину. Так, раз, два. Это будет шестой. Сейчас блок. Шестой. И... Что, хватит шестой? Нет, давайте, наверное, ещё два. Седьмой, восьмой тоже. Вот такие вот будут параметры, да, ребят? Вот такой вот у нас будет прикольный спаунер. Здесь мы с вами можем тогда несколько ещё булыжника блока поставить. И с этой стороны что-то наподобие опять же сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. И, по-моему, восемь, да? Восемь, да. И теперь сюда пошли. Всё. Заходить мы будем, конечно же, где-то вот с этой стороны. Оставим несколько блоков для прохода. Три, к примеру. И здесь вот у нас будет, опять же, вот такой вот небольшой заход. И... Опа. Всё, ребятки, вот это будет наше формирование спаунера, в котором будут спауниться другие мобы. Мы и будем их уничтожать, собирать ресурсы, которые с них будут выпадать, опыт, зарабатывать. Ну и постепенно развиваться в этой замечательной игрушке. Ну что, ребятки, на сегодня, я думаю, хватит. Мы с вами неплохо поиграли в игры, похожие на Майнкрафт. Ну и, в принципе, даже в сам Майнкрафт. Кому понравился данный ролик и кто хочет подобных видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, кто этого ещё не сделал. С вами был, как всегда, Алтплей. Всем удачки, ребятки. Всем пока.